Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. И в этом видео я хочу ответить на вопрос в комментариях по поводу сэндвич трубы. Ну и, собственно, показать трубу, что с ней произошло за 6 месяцев отопительного сезона. Итак, смотрим и наслаждаемся. Итак, мы сейчас наедем зумом и посмотрим, во что превратилась новая красивая труба. Ну, напомню, эта труба не полностью из нержавейки, то есть нержавейка только внутренняя труба, вот, 160-я, а наружная просто оцинкованная. Ну и вот оно все, естественно, потекло. Я думаю, что даже если бы это была красивая такая хромированная труба, она бы тоже превратилась в нечто подобное. Так что я не вижу смысла брать, наверное, такую красивенькую трубу. Ну, либо что-то было не так. Может быть, температура горения была временами слишком низкая, и это привело к вот такому вот загрязнению. Может быть, если бы температура была повыше, и она всегда была высокой, да, горения, тогда бы, может, такого не образовалось. Ну, в общем, имеем то, что имеем. В последнее время я топлю при температуре 50-55 градусов, иногда до 60 доходит, вот. Но были поначалу у меня топки по 40-45 градусов, я понял, что это не очень хорошо, это сказывается на том, что много золы образовывается, вот, ну и так далее. Ну, а здесь, здесь, в принципе, вот, более-менее, только в верхней части. Только в верхней части труба стала не очень красивой. Вот, собственно, видно потеки, и видно потеки аж с самого верха и донизу. Вот, сейчас сделаем, наедем. Вот, видно, что течет с самого верха до самого низа почти. Вот, трубу я еще ни разу не чистил, еще ни разу не чищеная. Сейчас заглянем внутрь через ревизионную, это-то, окошко. Здесь я периодически открываю, и, ну, вот, есть такая небольшая залазь здесь. Вот. Сейчас заглянем внутрь, посмотрим, что у нас там внутри, если будет видно. Вот, видно, просвечивается. Сейчас наедем. Значит, я наблюдаю только в конце трубы. Не знаю, резкость есть, не есть. О, что-то видно, да? То есть, немножко золы есть, особенно в верхней части. В верхней части вот всякая вот такая вот зола поналипала. Вот. Но на тягу пока это никак не влияет, я не вижу, что как-то что-то оно сильно мешает. И, в принципе, уже отопительный сезон подходит к концу, поэтому на зиму, ну, как бы, я ни разу и не чистил. То есть, один раз в отопительный сезон весной можно почистить. Ну, пока так вот я у себя вижу такую картину. Так, ставим назад это дело. Так что, вот такой вам ответ на ваш вопрос. Я, честно говоря, не вижу смысла ставить красивую-красивую такую трубу, потому что она очень быстро станет некрасивой. А за нее придется переплатить. Ну, либо я чего-то не понимаю. Может быть, другой котел при других обстоятельствах, при другой температуре горения. Труба остается долгое время такой красивенькой, как она есть изначально. Так что, вот так вот. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok